С утра они были в Красной Поляне, осмотрели горнолыжные комплексы, а завершиться экскурсия должна была в Олимпийском парке. Между этими кластерами, горным и прибрежным, молодые депутаты и сделали остановку, чтобы поговорить о важном. После первого дня официальных семинаров молодые депутаты продолжили общение уже в другом формате, без галстуков. Но на содержание дискуссии это не повлияло, и в строгих костюмах, и в свитерах они обсуждают главное, как научиться быть законодателем, как с помощью законов помочь жителям своих регионов. Депутат из Приморского края Зарина Фордзинова говорит, даже во время экскурсии по Красной Поляне не забывала о своей работе. Было желание посмотреть, все-таки оценить, куда были вложены денежные средства, бюджетные в том числе, и насколько сегодня они эффективно используются местным населением, в том числе и приезжими туристами. Колоссальное впечатление на самом деле от Сочи, от тех объектов, которые остались в наследство после Олимпийских игр. Я думаю, что для местного населения это просто колоссальные возможности в рамках своего собственного развития. На опыт Сочи ссылались во время форума часто. Депутаты самых разных регионов страны отмечают, город сумел воспользоваться шансом, который получил при подготовке и проведении Олимпиады. Собственно, это и стало одной из причин проведения встречи именно здесь, на берегу Черного моря. Но были и другие основания. Мне нравится, во-первых, что Сочи становится таким, знаете, центром многих интересных встреч, инноваций. Это правильно. Во-вторых, мы начинаем помогать Сочи окупать вот те затраты, которые здесь произведены государством. Сочи. Правильно. Развитие потенциала регионов и страны в целом, речи о сельском хозяйстве и о промышленности, о туризме – это стало основным содержанием форума. Есть вероятность того, что это не последняя встреча молодых российских депутатов. Не исключено, что в следующий раз она вновь состоится в нашем городе. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.